Физкульт 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 Самый доходный способ сегодня на землях у нуянцев на западном материке это перевозка паков с сыром, но данный способ дохода не выгоден тем у кого мало земли, так как навесы растут трое суток, а с каждого навеса получается один пак. На земле 16 на 16 вы сможете вырасти 9 навесов за трое суток и если вы купите землю в морозной гряде, то в полуостров Солрит возить вам эти паки по 25 голды за штуку, пусть даже и выгодно с точки зрения самого пака, то совсем не выгодно с точки зрения дохода в день, всего лишь 75 голды. С другой стороны поставили паки и свободны пока не созреется их, это наверное подойдет тому у кого мало времени на игру, с такой вот землей ваш доход в месяц будет стабильно, составлять 2250 голды, что окупает вашу премподписку, но ничего более, если же у вас много времени сажайте кукурузу, доход будет до 400 голды в день и около 12 тысяч в месяц, но пахать вам придется как раб на галерах. Следующий способ дохода тоже вполне выгоден и интересен тем, что вам не потребуется пугало, а также поиски земли не составят труда и я считаю, что данный способ нужно делать параллельно с приобретением земли 16 на 16 в морозной гряде или например в Солрите, не важно чем вы там собираетесь заниматься. Итак, мы летим на изначальный материк, на сверкающее побережье, где берем подводную ферму, для ее производства вам потребуется ее чертеж, который можно купить за 20 дельфийских звезд в Мираже. На данной ферме мы садим кораллы, доход с них небольшой, но вполне приятный. С одного такого огорода у вас получится примерно плюс-минус 40 кораллов за 7-10 часов, а это около 25 голды в день, практически пассивного дохода. Посадили и забыли. Впрочем, можно поставить несколько подводных ферм и зарабатывать куда больше, но не забывайте, что налог на владение земли повышается, если у вас их 3 или более. Итак, имея 2 подводных фермы и участок 16 на 16 с сырами, вы будете иметь почти 4000 голды в месяц. Это очень пассивный доход и копейка в карман, без бешеных затрат времени на игру. В случае с кукурузой, там доход будет очень и очень солидным, но вряд ли кто-то осилит такую пахоту. Последнее, о чем я хотел сказать в этом обзоре, это трактор, ведь без него невозможно вообще что-либо возить, ну кроме как на горбу или на сле. Трактор можно взять за золотые звезды, ведь за голду или самим вам его в первые месяцы точно не осилить, без према и вливания реала в игру. Купив его, вы получите базовый трактор с двумя ячейками для паков, плюс еще вы сможете ввести один груз на себе, следовательно 3 пака за раз. Стоимость трактора 100 золотых звезд. Такую сумму звезд набрать довольно-таки легко и у вас это случится практически само собой, уже на 50 уровне, может быть даже и раньше. На этом у меня все друзья, надеюсь данный обзор был кому-то полезен. А еще было бы приятно почитать мнение гуру этой игры по поводу моих наблюдений. Кому понравилось ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами был Гагер, до новых встреч, пока-пока.